Начальник отдела судебных приставов Дзержинска погорела на взятки праздниками. Виктория Гаринова из года в год отмечала день судебного пристава на деньги должников. Она закрывала глаза на нарушении со стороны одного из крупнейших химпредприятий Дзержинска. А это предприятие, в свою очередь, ежегодно с 2014 года оплачивало празднование их корпоративов. Суммы были разными от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. В конце концов, схема была вскрыта. Начальница судебных приставов арестована. И сегодня она выслушала приговор суда. Единственное, что я хотела сказать, я очень надеюсь... Конечно! Надейся! ...что сегодня суд действительно разобрался в этом уголовном деле, прочитав и прочитал его. Мы поняли всю суть и принесли решение. Прошу суд. Мы наказываем строк, а мы назначили наказание, мы не связываем с решением свободы. Переводились на счет ресторанов. А все гуляют, согласны? Все, администрация, прокуратура, всех гуляют, никому не сажают. Я ее только видела тогда, когда она гуляла. Деньги были оплачены, все, больше ничего. Так мы не знаем, откуда они взяли. На взятку они. Ну не показалось вам странным, потому что пополняли счет не они, а какая-то сторонняя компания, какой-то корон плюс. Нет. А не отец. Я не знаю, кто пополнял, но я не могу на чем ответить. В этой жизни, знаете, там все странно. Вот поверьте, в этой жизни очень все странно. Кто за кого платит, ну не знаю, у них какие отношения. Ты суд. Так, добрый день, дорогие ютуб-зрители. В общем, ваше внимание представляю репортаж компании Ситинэн. В общем, вам все рассказали. Те, кто, те сотрудники, которые изымают имущество у граждан, в общем, она брала взятки и оплачивала ими свои корпоративы, так скажем, да. Ну, по лицу видно, во-первых, то, что она любит корпоративы. Ну, я имею в виду по-поборотку, да. Во-вторых, ребят, здесь может быть двоякая ситуация. Я не знаю, я не уверен. Если это так, если это все так, вот, ну, ребят, ну, неужели, что вот эти рядовые пешки, вот, которые там всякие, вот эти вот судебные приставы, там, полковники, еще кто-то. Ну, если ты берешь взятку, ты, скорее всего, все, ты уже попалился. И когда нужно, когда нужно, они тебя сомнут. Вот, неужели они этого не понимают? Я не понимаю. Вот они берут взятки и думают, вот, я такой супермен, меня не поймать, да хуй там. Да тебя, если надо, из-за палочки тебя сомнут, поймают, блядь, и посадят. Вот, неужели мало примеров, блядь, вот, неужели людям-то хочется много денег, ребят, хочется много денег копить, терпение, тем более, я думаю, что приставы мало не получают. Копи, блядь, копи, нахуй, на что ты хочешь. Вот это вот, разбогатеть за, за быстро, да, там, или оплатить что-то, ни к чему хорошему не приводит. Разбогатеть быстро можно, либо ты очень умный, и ты сделал что-то такое, либо ты просто берешь взятки, пиздишь деньги. Все, других способов нет. Обычным трудом, ребят, невозможно разбогатеть. И вот, неужели они не понимают, что вот, они все берут взятки и думают, что они неуязвимые, что они находятся в этой системе, что они часть этой системы, что если что, они могут там выпытаться, выкарабкать, да хуй там. Тебя для палочки возьмут, нахуй, и нагнут вот так вот. Я не понимаю этих людей, зачем они это делают. Ну, ребят, ну, я, явно, что, блядь, если ты берешь взятки, ты, ну, хотя бы ты, блядь, не знаю, бери раз в пять лет, нахуй, чтобы не палиться там, да, допустим. Там даже если генералов, блядь, за взятки, за жопу берут, то ты рядовой сотрудник этой системы. Тебя жернова системы сомнут, сожрут, выплюнут. Вот человек сейчас из-за какой-то взятки, из-за каких-то денег, все, он испортил себе жизнь. Из-за каких-то корпоративных ебучих, которые нахуй не нужны. Он испортил себе жизнь. Она выйдет из тюрьмы, она нахуй никому не будет нужна. Ну, в плане работодателя имеется в виду. Тем более за взяточничество, да, за то, что она брала деньги. Кому она будет нахрен нужна? На нормальной работе. Ее не, ну, мало кто ее возьмет. Ее возьмут, не знаю, вот в каком-нибудь швейный цех. И вот это вот, вот вы понимаете, четыре года лишения свободы. И, блядь, и ради того, чтобы просто пожрать, нахуй, в столовой, в какой-то ресторане. Это же пиздец, это несравнимо, нахуй. Это надо быть пиздец долбоебом, вот чтобы это вот это вот сделать, нахуй. Вот честно, ребят. Ради того, чтобы пожрать. Ладно, ладно, ты там берешь зятки ради того, чтобы купить себе Rolls-Royce, там, блядь. Часы за 60 миллионов, но, блядь, ради того, чтобы пожрать в столовой, нахуй, за четыре года, нет. Это надо быть прям сказочным. Приговорила признать Веронику Юрьевну вину и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии и общего режима. Ожидаемо было или неожидаемо? Я не хочу, отказаться бы. Себя виновны признаете или нет? Я не хочу. Вам все же ответили. Ну, позицию вашу. Мы как адвокат вас слушать. Я комментариев не даю. Давайте. Кстати, тема корпоративов очень больная в Дзержинске. Начальницу судебных приставов, которые всем отделом гуляли на взятки, отправили в тюрьму, а в конце прошлого года разразился скандал с новогодним корпоративом в полиции. Дело в том, что по указаниям Министерства внутренних дел России все увесельительные мероприятия в полиции отменены в связи с понятными событиями. Но в Дзержинске полицейский новогодний корпоратив провели. Старались делать это тайной, но информация все равно всплыла. Разразился скандал. Началась внутренняя проверка. И глава местного отдела полиции Дмитрий Постников был вынужден уйти в отставку. Мусора и жди как один, взятки верю, бухаю на беспредельно. Одно слово, очкошники, блядь. Итак, вот вы, да, конец. И, короче, дали 4 года. А чё они плачут, блядь, если это действительно так? Если хули плакать, если человек сам виноват, блядь. Если у него мозгов, вот, как в деревяшке, блядь. Чё тут не поделать? Тут плачь, не плачь, блядь, ничего не изменишь. Чё, ну, ничего, 4 года человек посидит. Может, если она посидит, если у нее нет никаких связей, если там не изменит, возможно, она, возможно, ну, вы знаете, что, там, рука руку моет. Но я не знаю, ну, возможно, она как-то выкрапывается, условно ей переделает. Ну, а, ребят, всё-таки, возможно, человек посидит, подумает. И вот это, блядь, станет уроком другим, которые хотят взять, брать взятки, нахуй, не работать честно. Хотят быстро разбогатеть. Ребят, быстро разбогатеть, как я ранее говорил, нихуя у вас не получится. Ну, я вам говорил, да, в предыдущем, в предыдущем монологе. Вот, а хули они плачут, блядь? Чё они плачут, если человек сам виноват, он сам себя в эту херню загнал? Зачем? Ради чего вопрос, блядь? Просто бессмысленное, просто в никуда, нахуй, 4 года. Мало ли ещё в никуда, может, ещё там здоровье, блядь, оставишь своё в этой тюрьме, зная, какие у нас тюрьмы, блядь. Вот, ребят, вам пример. Это всё к чему? К тому, что... Не бегите за деньгами, не надо бежать за ними. Работайте честно, нормально. Есть даже такая поговорка, нормально делай, нормально будет. А если ты... Понимаете, это там те, кто уже на каких-то высоких уровнях власти, они воруют и, понимаете, над ними нет начальства. Всё, у них потолок, их некого сажать. А ты, блядь, обычная пешка. Тебя за один щелчок, если ты что-то сделал и так, тебя сомнут, сожрут, посадят. Не знаю, что с тобой... Да что угодно сделают. Неужели у людей не работает голова? Неужели у них нету примеров? Ладно бы это было... Ладно бы это было один раз в 10 лет. Ну, это, блядь, каждый, каждый, наверное, месяц сажает таких вот коррупционеров. Иужели у человека в голове ничего, блядь, не вертится, что нахуй... Блядь, а меня могут поймать, нахуя я это делаю, блядь. Нормальные люди работают, зарабатывают. Пускай так будет 2-3 года, но они терпят, ждут, блядь, работают. Нормально зарабатывают, а потом ловят, там, кайф, да, то, что они это сделали, то, что они это смогли. Они вот так вот раз-два взятку взял и поехал на бутылку. Ребят, мне, если это правда, вот если это правда, если это дело не подстроено, то мне не жалко этого человека. Он заслужил то, что он делал. Вот, то, что он делал, он заслужил. Все, ребят, всем спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok